По Ливии ситуация намного сложнее, она отличается от сирийского конфликта, хотя это все безусловно одна и та же карта геополитическая, и все это происходило параллельно. Но в Ливии, прошу прощения, не было открытой поддержки Каддафи со стороны России и другого государства. Фактически он не имел поддержки, это его собственная вина Каддафи, поскольку его политика, его демалматия не привела к успеху. В последний момент, когда он остался один, за него никто не заступался, открыто по крайней мере. И он остался один сам с собой, с точки зрения внешнеполитической поддержки. Ливийская же оппозиция, эти все группировки имели поддержку НАТО, имели поддержку стран Запада, и НАТО официально вмешалось в конфликт, страны НАТО, Франция в частности, которые сыграли ключевую роль в разрушении, в уничтожении части вооруженных сил Каддафи. Это определило судьбу, то есть там другая ситуация. Все-таки Франция сыграла роль? Конечно, страны НАТО, они же открыто начали бомбить. И можно сказать, что какие-то последствия были уже после этого теракта и так далее? Здесь уже вопрос другой. Смысл в том, что Ливия при Каддафи, безусловно, была стабильная. Я не являюсь сторонником Каддафи, но нужно знать историю арабского мира, и нужно знать, что традиционно любой лидер в арабском мире, это по натуре чек-сатрап, авторитарная, даже тоталитарная система, поскольку то же самое Саддам Кусейм, жесткой рукой во многих странах нужно было управлять, скажем так, в силу разных исторических и религиозных причин. Каддафи был таким примером как раз лидера с очень жесткой позицией, военный полковник, он знал свой народ. Но сегодняшний день после его смены идет глобальная дестабилизация Ливии, и в Ливии масса различных организаций, масса различных так называемых племен, и Ливия сейчас разрознена, то есть ее стабилизировать очень трудно. Сейчас туда отправляются войска некоторых стран для того, чтобы ее стабилизировать. А где хуже, в Ираке или в Ливии? Такой вопрос глупый, конечно. Ирак более стабильный, в Ираке уже есть официальная, давно уже есть официальная правительство, там есть своя автономия курдская, в Ливии намного сложнее, Ливия еще будет, я думаю, ареной какого-то противостояния, поскольку там тоже есть свои игроки заинтересованные в окружающем, есть исламское государство, которое пытается развиваться, масса радикалов, я думаю, что Ливия будет очагом еще нестабильности многие годы ближайшие лет, к сожалению.